Принятие закона о бюджете, по мнению спикера МОСУ Булдумы Игоря Брынцалова, главное событие в выходящем году. Утверждению предшествовала большая подготовительная работа. Обсуждение в комитетах Думы, публичное слушание, рассказал на пресс-конференции в региональном информагентстве Игорь Брынцалов. После второго чтения на проект закона поступило еще около 30 поправок. Дума приняла ряд законов, благодаря которым сегодня в Подмосковье действуют меры социальной поддержки и льготы для жителей. Один из них гарантирует пенсионерам бесплатный проезд на всех видах транспорта. В этом году занимались и от законов, на них выделены серьезные деньги дополнительные. Если взять, например, 4 категории дополнительно на безкладный проезд на всех видах транспорта, это 438 тысяч жителей дополнительно Московской области получили возможность ездить на всех видах транспорта. То есть 4 с лишним миллиарда рублей. Начали действовать и льготы. По оплате за вывоз мусора пенсионерам люди старше 80 лет полностью освобождены от оплаты. По мнению Игоря Брынцалова, область переломила ситуацию в сфере обращения с отходами. Закрыто 27 полигонов. Новый мусор проходит сортировку. В рамках государственной программы «Экология. Окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы предусмотрено строительство 12 комплексов по переработке отходов. Доля расходов несет на себе и бюджет области. Приняли решение с нового года у нас электронный парламент, где весь документ оборот через портал будет проходить, чем сократим большое количество объема использования бумажных носителей. Говоря о планах парламента, Игорь Брынцалов рассказал, что Дума планирует рассмотреть более 40 законов. Сделать власть более чуткой к запросам жителей помогло преобразование районов в городские округа. Самое главное, чтобы власть от людей не отдалялась, все время была в диалоге. Спикер Думы анонсировал запуск фотопроекта, портрет автором которого выступает пресс-центр регионального парламента. Проект стартует с Нового года и расскажет о том, как народные избранники любят проводить время вне рабочего кабинета. Депутаты не только законы принимают, сказал лидер облдумы. Михаил Налетов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.